Маленькие мечтатели! Но давайте же не будем затягивать и начнем наконец обзор. Начнем с моих пушистых кегуруми. Здесь много костюмчиков в разных расцветках. И у меня появились новые модельки. Самое интересное это Пикачу. Не знаю как вы, а я в детстве этот мультик просто обожала. У меня были различные карточки с покемонами и конечно же любимая мягкая игрушка Пикачу. Совсем недавно этот герой обрел новую жизнь. Его обожают все. Сочиняют всем песни и снимают фильмы. Таких я шила две модельки. Одну Ксюшка сразу забрала себе. И такой яркий костюмчик я примерила на Чилокс. Мне кажется он ей очень идет. Если хотите такой кегуруми для своей куколки, то после обзора бегом в мой инстаграм. Он у меня в наличии всего один. Следующий кегуруми это вот такой лягушонок. Не знаю почему, но этот кегуруми напомнил мне лягушонка Кермита. Кто так же как и я в детстве смотрел улицу Сезам, знает о ком я говорю. Ткань вживую очень яркая и красивая. И такого забавного лягушонка я решила примерить на Класс Пресс. Он смотрится довольно интересно. Из красного плюша я сшила два кегуруми. Это единорожка и котик. Красная ткань тоже очень яркая и смотрится на куклах просто бомбически. Единорожку примерила Груви. А котика Свек. Мне кажется им очень идет. И последняя новиночка из кегуруми. Это зеленая единорожка. Розочки я делала сама из лент, который показывала вам в недавнем видео с распаковкой товаров с Алиэкспресс. Я изменила цвет подкладки и взяла более насыщенного золотого цвета. И вот так он смотрится изнутри. Такой зеленый кегуруми будет отлично смотреться на неоновых красотках. И на Груви он также отлично подошел. Остальные модельки моих кегуруми появятся после обзора в моем инстаграм и группе ВКонтакте. Ссылочки на них есть под видео. Для парнишки у меня есть пара белых футболочек. И на них я наклеила термонаклейки с песелями, которые я также показывала вам в одной из своих распаковок с Алика. Футболочки из белого трикотажа и сзади на липучке. И вот так они смотрятся на парнишке. Помимо футболочек я отшила ему джинсы. Но на этот раз решила не делать их рваными. Для девчонок у меня также есть джинсы в трех расцветках. Бирюзовые, желтые и рваные. А вот так они смотрятся на куколках. Имеются в наличии трикотажные футболочки с термонаклейками. Они будут отлично смотреться как с джинсами, так и с юбочками. Футболочки также из белого трикотажа и сзади на липучке. И помимо футболок я отшила вот такие полосатые топики. Сзади липучка на шее и на спине. Они отлично сидят на куколках. Но я их задумывала как топик под шорты. В комбинации они смотрятся просто отлично. То, что нужно на лето. Шорты джинсовые с декоративными строчками. И есть имитация пуговицы. Низ я специально не стала подшивать. Мне кажется, так смотрится более интересно. Сзади они на липучке. И куда же в лето без летних платьев. Есть 5 ярких расцветок. И мои любимые это платье в морском стиле. Одно синее с принтом парусников. Так уж повелось, что морская тематика в одежде почти у всех людей ассоциируется с летом и отпуском. Цвет насыщенный синий. И мне нравится, как оно сидит на куколке. Второе платье нежно-голубого цвета с принтом якорей. Кстати, напишите в комментариях, у кого какие планы на это лето. Может вы отправитесь на море или проведете лето у себя в городе. Платье в горошек и с цветами тоже смотрятся очень романтично и по-летнему. А вот и спортивные костюмчики. Они всем очень понравились. И в этот раз я решила их сделать в трех цветах. Желтым, бирюзовым и розовым. Костюмчики из мягкого трикотажа. И сидят на куколках, как влитые. Штаны и кофта сзади на липучке. И в комплекте идут белые кроссовочки. А вот и ткань для Виртуэль. Я покупала эту ткань на Алиэкспресс. И показывала вам ее в недавней распаковке. А вот такой костюм у меня получился в итоге. И благодаря тому, что это костюм, топик можно комбинировать с другими нарядами. Топик на подкладке. И внутри ничего не торчит. Юбочка Плиссе. У нее я формировала складки с помощью утюга. А вот и красивые раздельные купальники. Куда же без них. В наличии у меня в трех цветах. И мастер-класс на такие купальники есть на нашем канале. Ссылочку я оставлю для вас под видео. Кстати, меня часто спрашивали в мастер-классе, можно ли их мочить. Конечно можно. Это же купальники. Они для этого и созданы. Но, если вы будете купать куколку в море, советую после этого купальник и куколку помыть дома с мылом. Я для этих целей использую сейфгард, когда стираю кукольные вещи. Оно оставляет приятный запах на одежде и к тому же антибактериальное. На машинке их шить гораздо сложнее, чем вручную. Потому что все края у этих миниатюрных трусиков я обрабатывала. Чтобы ткань в процессе игры не порвалась. Сзади трусики на липучке. Лифт также обработан и имеет серебристые завязки. Есть также уютные комплекты свитшотов с бриджами. Фиолетовые и желтые. Они из белого трикотажа с контрастными рукавами. А такие термонаклейки я тоже брала на Алиэкспресс. Помимо штаниша, которые идут в комплекте, у меня также есть бриджи отдельно. Вот такие в интересную яркую полоску. Отличный летний вариант. И кстати, я влюбилась в чилок с распущенными волосами. Оставлять гульки у этой куклы с ее шикарными волосами просто преступление. Подробно я показывала прошивку ее волос в недавнем видео с топом кукол. У которых густая прошивка волос. И если вы его еще не смотрели, подсказка будет наверху. А вот и пижамки. В этот раз у меня их очень много. Появились пижамки в голубых цветах. Эту ткань я вам также показывала в обзоре. Они очень милые и уютные. В комплект входят шортики, топ-бондо и маска для сна. А вот так они смотрятся на куколках. Из стареньких моделей у меня снова появились радужные платья. Лиф лаковый, а подол радужный, напоминающий рыбью чешую. А сзади у них липучка по всей длине. И такое платье подойдет как милой и романтичной деве, так и куколке со взрывным характером. Асимметричный комплект для роллерчик. Этой ткани долго не было у меня в городе. Но потом она все же появилась. И я отшила 4 комплекта. И их уже на этапе пошива забронировали. Так что свободных, к сожалению, уже нет. Только если кто-нибудь откажется от своей брони. Он очень красиво сидит на куколке. И отлично подходит ей по цветовой гамме. Осталась одна шубка и одна белая курточка. Шубку на себя примерила богачка Босс. Ей она очень идет. Но эта шубка также будет отлично смотреться и на дерзкой девчонке Панк Герл. В комплекте с рваными джинсами. Розовое лаковое пальто. Одно вот такое летнее укороченное платье. В комплекте с белой курточкой получается летний романтичный вариант. И, наконец, последнее. Это вот такие воздушные фатиновые юбочки. Они есть в трех цветах. И в комплекте с топиком от пижамки создают очень легкий романтичный образ. На этом у меня все. Все эти наряды можно подробно посмотреть и приобрести в моем инстаграм или группе ВКонтакте. Ссылки на мои соцсети есть под этим видео. Спасибо всем за просмотр. И не забудьте подписаться на канал, так как в ближайшее время будет много распаковок новых кукол Лол ОМГ. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok